Есть новые люди. Я благодарю всех, кто участвовал в молитвах. Ездили сегодня в районный центр и отдали, заплатили там, что они наложили штраф. И самосвал Игорев вернули. Это самое главное. Уборка и машины нету. Вернули. Дома уже. Спаси Христос всех. Гнатий Тихонович, мир вам. А какую сумму заплатили? А то мне уже некоторые люди скинули на ваш ущерб, на штраф. Сейчас все прекратить. Никуда не надо теперь сообщать. Все на этом конец. Батюшка был главой администрации. Только вышел. А в это время там из полиции я пришел. Ну и мы познакомились еще ближе. Но некогда было. Он говорит, что могут мировое соглашение сделать. Тогда суда больше и не будет. Так что сейчас только благодарить за молитвы. Никуда ничего больше не посылать. Хорошо. Сумму какую заплатили? 25. Поняла. Благодарю. Это чудо божие. Так быстро отдали. Так не бывает, чтобы так быстро отдали. Не бывает. Обычно порчены. Там все перепортят и нельзя. У меня проверил. Три диска архивные. Там терабайты были. Все целое. Ну два. Тут у меня компьютер один. Он такой старенький стоял. А главное это тоже работает нормально. Два видеоаппарата и флешка тоже вернули. Все проверил. Там записи было. Тоже нормально. Вот какое дело. Аллилуйя. Чудо божие просто. Ну молились все и в Америке и везде. И Украина, и Белоруссия. Немцы молились. Вот что значит быть в содружестве. Вот. Всегда помните, кто изобрел вот этот интернет. Тим Бернерс и Тимофей. Тимофей. Вот. А кто не знает, кто изобрел мобильный телефон? Мартин. Мартин Купер. Вот их мы в молитве всегда упоминаем. Еще один Тимофей, который поисковик библейский сделал. Тимофей Ха. Вьетнамец. Учился здесь. Два Тимофея. Глава администрации Сергей. Ну вот эту я не знаю, как ее правильно назвать. Анастасия, но она как-то не так. Следователь, который и дали. Я отказался от адвоката. А они бесплатно своего дали. Андрей, если бы суд был. Мы не знаем, будет или нет. Еще пока неизвестно. Андрей говорит, я вас давно смотрю в интернете. Здоровый такой мужик. Тоже очень, видно, расположенный. Праведны суды Господни. Слышат молитвы верных. Аллилуйя. Аллилуйя. Так что кто где делал, посылал. На этом конец и благодарить. Похоже, ответы были многие. Потому что она показала переплетенная, как книга уже, сантиметров 7, наверное, толщиной. Она говорит, работы никакой нету. Только вами занимаюсь. Вот этот Юрий, тоже много помог. И Серпухова. Аминь. Слава Богу за все. Слава Христу. Вот если есть вопросы, давайте. А этот Юрий, он юрист или кто? Да. Ой, как молодец, слава Богу. Ой, он сколько прислал. Меня он как говорил, я говорю, знаете, я ничем в вашей воспользовании не могу. Я надеюсь на Бога. Я молюсь, и Господь слышит. Вот батюшка всем разговаривает. А у меня документы о том, что я лежал в кровообольнице когда-то, и у меня воспаление обоих лучших раковин с двух сторон. Потеря слуха. И мне в беседе затрудненно разговаривать. Нужен перевозчик, в кавычках. Перевозчик. И справка дана с синусоидой, они как измеряли, для предъявления в суд. Но это несколько лет назад еще было. Поэтому что они говорят, я не слышу. Я только сижу и молюсь. И Божьей Матери, и Ангелам, Хранителям, и всем святым. И вот как все повернулось. Те, которые иуды тут предатели, что делали-то, ожидали большего. Они сейчас начинают там отработкой, вроде рыбу травить. Тут уже пустота, проверять не надо. То есть не знаю, что дома у меня вот устоятые, за них не платят. То есть они копают везде. Там такая срамота, что они пишут. А я за них молюсь. Чтобы в судный день Бог этого безумия не помянул им. Так, если вопросов нет, я отхожу. Тут Давид спросил, он говорит, когда полусонный, ему является крест, на котором Христос висит. Это как понимать? Никак не понимать не надо. Господь призывает к себе. Все. Если крест ты видел там во сне, то это от Бога. Это означает, тебя ждут страдания. Господь тебя любит и привлекает. Все, отошел. Отошел.